Как и у журналистиков вообще было больше совести. А сейчас происходит просто жуткое разрушение нравственных норм журналистиков. Я не знаю, существует ли вообще такая категория, как понятие, как совесть журналиста. Мне становится страшно. И я ни в коем случае не упрекаю собратьев по Перу. Но вот я вам скажу, положу руку на сердце, она у меня с левой стороны, что сейчас, когда я проанализировал, наверное, тысячи две публикации на Акурске, и, естественно, сопоставить тем, что и я писал, я вам скажу, мне никогда за 35 лет работы в журналистике мне никогда так страшно не было от моей профессии, что я даже стал подумывать, что может быть. И у меня впервые после беседы с командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Алексеевичем Поповым, и я ехал после интервью с ним. У меня перед глазами стояли его возмущенные глаза, я слышал его возмущенную речь. Вы знаете, вот по дороге от Попова я, вы знаете, мне так совесть так задела, что я даже стал думать, а мне не надо ли вообще покончить с этим делом. Но самые сильные воспоминания связаны с первой поездкой в октябре в Нарибае 41-го трудного года. Приехал я там, командующего морской авиацией, героя испанской войны, генералу Кузнецову, и он меня сразу послал в эскадрилью Сафонова. Сафонов к тому времени был уже самый знаменитый летчик Северного морского флота и был одним из первых героев Советского Союза. Приехал туда, но Сафонова не застал, как это часто бывает в войне, а разговаривал с его заместителем, старшим лейтенантом Коваленко. Вот, готовясь к этой телевизионной передаче, я посмотрел свои фронтовые блокноты и перепечатал оттуда несколько строчек из того октябрьского 41-го года разговора с Александром Ильичем Коваленко, о котором я потом написал очерк «Истребители истребители». Вот, что он рассказывал тогда, в 41-м году. Особенность военного театра, говорю, нарищайшие перемены погоды. Летчикам надо знать на память редкие ориентиры. Редку дается держать прямой курс, обходить снежные заряды, львы и снега, резкая смена температур по высотам. Мотор то перегревается, то стынет. Приходится летать по щелям между гор на обреющем. Так приходится и скрываться, и искать противника, идущего на обреющем полете. Однажды мы шли, «семерка», рассказывал мне Коваленко, заметили взрывы бомб на земле. Стали смотреть, откуда капает. Заметили бомбардировщика и «Истребители», пошли на них в атаку. Первые атаки сбили, Сафонов и я по одному бомбардировщику. Сафонов атаковал и вышел, а я остался в такой гуще, что им и стрелять нельзя по мне, попадут своего. А мне трудно вести огонь, потому что только и забота, чтобы крутиться, не споткнуться. Потом, заметив дырку, и вниз своим, сбили при этом еще один немецкий истребитель. Сначала немцы летали нахально, до Мурманска, потом до залива, потом до дороги, а потом мы выжили их с линии фронта. Вот запись того времени. Еще находясь в Москве, я имел возможность поговорить с человеком, который звонил нам из Мурманска. Это летчик, летчик гражданской авиации, которая обслуживает одну крупную коммерческую ферму, которая летает вдоль побережья. Он звонил и сказал, я могу сообщить вам суперсенсационные факты, я был свидетелем Гибелли-Курска. Я сказал, я надеюсь, что мы с вами встретимся в городе Мурманске. Мурманск, номер, приходит человек, говорит, я вот тот самый вертолетчик, который в 12 августа выполнял задание и видел огромные столбы дыма практически в том квадрате, где погиб Курск. Он сделал ручку, нарисовал мне горизонт, нарисовал черный дым и сказал, что это результат пожара. Он грамотно сказал, и белый дым это результат тушения пожара. И вот там маленькой точкой на горизонте лежала черная черточка, которая ясно, что изображает подводную лодку. И вот, Дмитрий, вот, собственно, все факты. Но смотрите, что дальше происходит. Он говорит, что я придал этому очень серьезное значение. Я напросился на аудиенцию в штаб Северного флота, меня там выслушали, поблагодарили за внимание и отправили из штаба. Что же, говорит, потом со мной стало происходить? А со мной стало происходить следующее, что когда стали создавать списки для того, чтобы устроиться на более престижной должности, на работу, то я и мой экипаж исчезли из этого списка. Таким образом, он подал это мне так, что якобы это была месть за то, что он является очевидцем трагедии Курска, и вот за то, что он видел и слишком много рассказывает, ему просто отомстили. За эту информацию летчик запросил 50 тысяч долларов, в такую сумму оценив свою причастность к гибели 118 подводников. В трагедии атомной подводной лодки Курск, как в капле, отразилась вся наша российская жизнь. Человеческие трагедии, бессилие государства, нищета общества, материальное и моральное. Говорят же, мы имеем тех правителей, кого заслужили. И точно так же можно сказать о журналистах. Они такие, какими их сделало общество. Порой вульгарные, наглые, охочие до фальшивых сенсаций. Но бывает и иначе. Ведь с другой стороны, кто кроме журналистов готов выслушивать все версии, проверяя их? Кто пытался понять проблему с разных сторон, а самое главное показать боль и страдания простых людей? И кто другой смог бы сформулировать сформировать общественное мнение, как не представители четвертой власти? Работа журналиста сродни следователю. Понимаете, но мы несколько по-другому оцениваем факты. Следователь, расследуя уголовное дело, не имеет права обнародовать факты. Вы согласны? Да? А вы как раз не имеете права их скрывать. А я не имею права. Вот в этом может быть и прелесть журналистики, потому что вы, собственно, и я, это ваш коллега, вы правильно делаете. Потому что вся Россия ждет правды. Но самое, может быть, печальное пока, что мы не можем пока ответить на главный вопрос. И не надо создавать такого же этажа, что вот эта версия не та, эта версия не та. Все развивается правильно. Правильно. Мне кажется, что вот на том, будем говорить, гигантском плацдарме безнравственности вообще в обществе, вот эти вот мыло, так называемое, такие тысячи статей, которые, ну, просто выколупываются, извините за грубое сравнение, износа. Все идет правильно. Почему? Потому что мне кажется, что сейчас российская журналистика переживает некий ну, будем говорить, период брожения, вот даже сейчас. Это действительно тяжелый, болезненный для всех процесс. И заказные сенсации, на которые идут журналисты, прежде всего бьют по нам самим, пороча наша честь и достоинство. Когда мы жалуемся, что журналистов не уважают так, как прежде, то за это прежде всего отвечаем мы сами, если мы уважаем себя и свою профессию. У Вячеслава Алексеевича Попова есть претензии к комсомольской правде, есть претензии к сотне других газет. Мы сидели с ним четыре с половиной часа, так вот два с половиной часа мы посвятили только одной проблеме. Это трагедия Курска, позиция военного ведомства и позиция журналиста. мне кажется вы знаете что трагедия Курска взорвала или высветила извините за банальное слово одну сложнейшую категорию я имею ввиду в журналистике которую я бы может быть назвал ну извините меня мне кажется что вот родилась некая формула идиотизма что я имею ввиду вот вот смотрите пожалуйста как мы разъеренными собаками набросились на военно-морских начальников на пресс-службы мы все говорим что они лгут что они неправду говорят а давайте поймем этих людей с той точки зрения что ну не всегда военно-морские начальники знают истинное положение дел хотя говорят что они обязаны знать но мы все учимся у трагедии переживать и военно-морские начальники и журналисты и командование и пресс-службы так вот к чему я клоню Дмитрий мне хочется сказать только одно что сегодня у всех тех инстанций журналист армия пресс-служба ведь сущности по большому счету и вы задаете мне вопрос у нас у всех одна забота разве мы все не переживаем гибель моряков я абсолютно уверен что нет в России журналиста командира или работника пресс-службы которого не было близко это близко это боль и мне кажется что мы все перессорились да мы перессорились но нам всем вместе надо создавать новые правила игры с одной стороны государственному аппарату представители которого обязаны говорить обществу только правду а с другой стороны журналистам которые должны выработать четкие внутренние профессиональные и этические правила в современной военной журналистике Виктор Баранец одна из самых ярких фигур за его плечами 35 лет работы сотни статей 4 книги и огромный опыт который не заменишь ничем в 94 году он руководил пресс-службой министерства обороны на моих глазах замышлялась чеченская операция на моих глазах войска туда вводились но я помню то время я вам скажу по большому секрету когда даже казалось в таком послушном кремлю органе как генеральном штабе я часто слышал одно и то же а почему Борис Николаевич Ельцин не соизволит встретиться начиная с 1992 года почему не соизволил встретиться с Дудеевым вы скажете это банальный вопрос нет никогда его нельзя называть банальным потому что я не побоюсь и сейчас прямо в эфире сказать что Ельцин осветил своей рукой войсковую операцию он совершил преступление и счастливо ушел от этого преступления так вот все что было в журналистике потом было потом два явления мы были с одной стороны была журналистика которая была соловьями этого преступления и с другой стороны была честная журналистика которая была понять ради чего мы там гибнем и мне было и сейчас мне страшно вот и на той войне и на этой я скажу вам что мы после Великой Отечественной войны фактически мы ни разу не бросали армию в бой справедливо давайте возьмем и Венгрию возьмем и Польшу возьмем Чехословакию возьмем и Афганистан возьмем Чечню вы понимаете а сколько же можно учиться сколько же можно торговать кровью нашего солдата Виктор Виктор Баранец бывал на тех войнах о которых говорит и значит он имеет на эти слова моральное право он говорит что самое страшное для журналиста когда тот перестает сопереживать трагедии войны когда она становится привычной а позже эта привычность выливается на страницы газет и экраны телевизоров я бывал не однажды на Чеченской войне когда же со мной произошла такая интересная вещь я ночевал в штабной палатке это было под Аргуном я вышел на улицу из палатки ходил часовой светила луна и рядом над горкой лежал труп убитого чеченца а рядом за машиной лежали наши убитые десантники я курил и ходил и размышлял о том о чем вы мне сейчас задали вопрос что новое дмитрий дмитрий самое новое что открываешь для себя это что все это омерзительно и бестолково вот те имена которые вы называли хотя бы Симлов ему было легко Симловская журналистика это не наша журналистика потому что там был фашизм которого надо было разбить а здесь армия своими жизнями своей кровью расплачивается за бестолковость политиков этот снимок 150 корреспондентов Великой Отечественной войны был сделан в 1985 году тех кто не погиб на фронте и дожил до празднования 40-летия Великой Победы эти люди с честью выполнили свой долг они не только участвовали в боях они еще и прославили героев той войны но каждого времени свои болевые точки и если современные журналисты откажутся от обсуждения тяжелых проблем которые существуют в нашей армии на флоте да и шире в нашем обществе тогда они ни за что не смогут встать вровень со своими старшими товарищами а процесс взросления никогда не проходит безболезненно в своей армии до конца до конца до конца